Время Отца и Сына из Бедагогии, братья и сестры, мы сегодня слышали два Ивангельских зачала, которые всем нам хорошо знакомы. Первое зачало читается на благодарственных молебнах, а второе, которое мы слышали, это на молебнах преподобных, вообще праздникам посвященных преподобным Отцам. Но мне хочется обратить внимание на то, что и в Ивангельском чтении было нам сказано о вере, и Господь, обращаясь к Самарянину Благодарному, говорит, иди, вера твоя спасла тебя. А апостол Павел нам говорит о том, что плод Духа есть вера. Но в другом месте апостол говорит, что вера отслышана. Таким образом, есть два вида веры. Одна отслышанная, а другая вера как плод Духа Святого, когда человек уже крестился и живет по заповедям, живет по благодати. И вот эта вера, она является как дар, такая вера, которая может горами двигать, то есть нашими страстями. То есть мы можем страсти свои искренними. Поэтому очень важно, братья и сестры, нам помнить о том, что наша вера, она должна иметь, быть живой, то есть иметь дела, как это апостол Павел, да, вера без дела, как это апостол Ламбога сказал. И вот этот самарянин, он какое дело сделал, да, он вернулся, поблагодарил Бога, вот Господа, как бы признал в нем Сына Божия и поблагодарил слова. Мы же, братья и сестры, должны были не только словами, но и делами своей жизни. И вот сегодня мы собрались, чтобы совершить Евхаристию, да, благодарение Господа Иисусу Христу. И даже сама Евхаристия, сама Литургия начинается с каких слов, да, воспоминания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Так начинается просками, о которых, к сожалению, мало кто слушает. Ну, желательно, конечно, брать учебник или какое-то такое руководство по литургии, все-таки освежать памяти, что происходит на литургии, чтобы нам присутствовать в храме не как в театре, вот, и думать, что присутствующие в алтаре какие-то актеры, а чтобы самим участвовать в богослужении, потому что Евхаристию совершает церковь всем и с вами, да, это очень важно. Поэтому, чтобы нам быть участниками, не просто зрителями, тогда это благодарение, оно будет явно, да, явно такое для нас и для, не только благодарения уст, да, но и дело, потому что даже вот в такую погоду сложную, нужно было приехать в храм, преодолеть все эти вот такие трудности небольшие и поблагодарить Господа. Потому что вот как Господь сейчас мы услышали в Евангелии, что спасительная вера та, которая сопровождается благодарением. Да, поэтому, вот скажем, святой Николай Кавасил говорит, что один из самых таких тяжелых, тяжелых страстей, это забвение, это забвение. И чтобы это забвение преодолеть, а забвение в чем? Когда человек забывает то добро или то благо, которое он получает от других. Поэтому, скажем, человечество придумало такие вещи, вот говорится, чтобы люди не забывали о своих благодетелях, они придумали памятники и праздники. Когда они, скажем, вот пример, в Ставовском празднике, он двойный, он начальник, который некий город спас от врагов. И вот, смотря на памятник или праздник, люди вспоминают вот это благодеяние. А дальше святой Николай Кавасил говорит, что нам, христианам, Господь заповедовал, чтобы вспоминать то благо, которое он нам даровал на кресте, да, и принеся себя в жертву, это творить, совершать Евхаристию, да, творить и сие воспоминания мои, говорит Господь апостол, а вслед за ними вся церковь. Поэтому, собираясь, братья и сестры, вот на Евхаристию, будем помнить, что вот одна из целей литургии, это благодарение Господа, причем за все, как апостол Павел говорит, да, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот, была, есть такая традиция, даже когда человек посещает скорби православную, он берет, идет в храм и заказывает благодарственное молитву. По крайней мере, такая практика была в 20 веке. Ну, а сейчас я хочу немножко прочитать символическое толкование на вот этот текст, когда Господь исцелил десять прокаженных. Вот, святой, значит, святитель Феофилак Болгарский нам предлагает такое символическое толкование. Чудо сие, то есть исцеление десяти прокаженных, намекает на общее спасение, бывшее для всего рода человеческое. Десять прокаженных означают всю природу человеческую, прокаженные злобой, носящие на себе безобразие греха, живущие за нечистоту свою вне города небесного, то есть вне царства небесного, и отстоящие далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога ходатай стало мельче, ибо для человеколюбивого и желающего всех спасти и облагодетельствует Бога, самое сильное побуждение к милости видит, что никто не участвует в его благости. Поэтому самому Господь преклонился, выручевал находящегося в таком положении. И хотя Бог выручевал всю прокаженную природу, воплотившись и вкусив смерть за всякого человека, однако иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех через тот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились отсюда на высокой пути, чтобы дать славу Спасителю. То есть поверить Ему, что Он истинный Бог. Вот видишь, что значит, что дать славу Спасителю? Это поверить Ему, что Он истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоти крест – суть славы Божии. Слава Христа – это плоти креста. Итак, они воплощенного и распятого не признали Господом славу, а язычники, народ чуждый, признал очистивших их и прославил его верой. Обратите внимание, прославил его верой. То есть христиане прославляют Христа своей верой живой, с делами. Итак, язычники прославили его верой, что Бог, столько человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее вещество, что составляет дело человеколюбия. И приняв оно, никакого вреда не претерпел в своем божественном сестре, что составляет дело могущества. Будем, братья и сестры, прославлять Бога своей верой. С праздником, братья и сестры!